Школа или лес? Вопрос, который довольно быстро решился в мэрии города Ставрополя при строительстве школы на федеральной. А что думают по этому поводу жители краевой столицы, спросим у них. Сохранить лес, потому что я лично сама с детем сожжала вот этот накрупский лес, который этот самый дубы, и заставляли нас поливать эти дубочки маленькие, и теперь жалко, что вот это рубят такие. Ну, у нас очень зеленый город, деревьев очень много, но в связи с тем, что у нас маленький ребенок, я понимаю, как это важно, чтобы было место для детей не 40-45 человек, а как положено 20. Поэтому где-то посадить новые деревья, а у нас места тоже полно, но построить садик, мое мнение. Согласен? Ну, если других альтернатив нет, ну, если только лес, и строить школу, потому что школ не хватает, дети в три смены учатся, и как бы... Школа нужна, но лучше, конечно, ничего не вырубить. Пусть лес в себе стоит, растет, а школу надо построить в другом месте. На 204-м портале, да? В другом месте. Придется вырубить, если нужна школа. Дети куда будут ходить? Сохранить, конечно, лес. А почему? Ну, потому что школ достаточно много, а лес – это все-таки природа, и детям то, что там будет гораздо комфортнее, чем в школе. Лес точно детям больше, чем школа нравится. Да, Лера? Потому что Ставрополь у нас самый зеленый город, а школу можно и в другом месте построить, не обязательно для этого лес вырубать. Ну, школу, я думаю, можно где-то и в другом месте построить, не в лесу уж точно, где-нибудь в центре города, или есть много мест таких, или какие-то ветхие здания, или что. Мне кажется, лес нужен обязательно. Кислород нам нужен.